СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ Это вход в музей. В музее принято снимать верхнюю одежду, куртки, пальто, шапки, шарфы и сдавать в гардероб. Также в гардеробе можно оставить пакеты, рюкзаки, крупные сумки. Если в гардеробе есть работник, то можно отдать ему верхнюю одежду и получить номерок. После посещения музея можно вернуться и получить одежду по номерку. Если в летнее время работника в гардеробе нет, то можно самому повесить верхнюю одежду. В музее есть касса. В кассе приобретается билет на одну или несколько выставок. Можно приобрести билет и самостоятельно посмотреть выставку. Можно оплатить билет и экскурсию. Тогда экскурсовод пойдет вместе с вами по залам музея и расскажет про экспонаты выставки «Интересные факты». Можно оплатить аудиогид – устройство, похожее на телефон. С помощью него можно прослушать информацию о главных экспонатах самостоятельно. На этой схеме можно увидеть, где находятся экспозиции, гардероб, туалет, касса. Экспозиции музея могут быть на первом этаже налево или на втором этаже по лестнице вверх. Справа находится сувенирный киоск и туалет. Само здание музея, его стены, двери, паркет – это ценность. Каждый экспонат тоже очень ценный и особенный. Поэтому в музее надо быть осторожным, двигаться спокойно, руками картины и скульптуры не трогать. В залах музея находятся сотрудники, которые следят за порядком и могут помочь, если требуются. Если есть вопрос, то можно поздороваться со смотрителем и спросить то, что интересует. В музее может быть тихо и безлюдно. Иногда бывает много посетителей. В музее есть кинозал. В нем можно посмотреть короткий фильм про искусство. В некоторых залах есть сенсорный стол, где можно узнать много нового и отгадать загадки. В музее можно примерить народные костюмы и сделать селфи. В музее можно посетить мастер-класс, где учат рисовать и делать поделки. В мастер-классе обычно участвуют несколько человек. Надо соблюдать порядок и аккуратно выполнять задания, чтобы людям вокруг было удобно и приятно заниматься. После мастер-класса можно помыть руки. В музее есть сенсорная комната, место, где можно отдохнуть и успокоиться. После посещения музея можно купить красивые и практичные сувениры на память. Когда посещение музея завершено, нужно пройти в гардероб и получить одежду по номерку. Всем сотрудникам музея будет приятно слышать вежливые слова и видеть улыбку. Здесь тоже ценят такие слова, как «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», «До свидания». В музее есть афиша. Это расписание, в котором можно узнать о предстоящих выставках, событиях, мероприятиях. В музее всегда рады посетителям. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok